Наступил 2013 год и в этом году юбилейный фестиваль «Боены-боинисты». Я рад, что представляется возможность сделать какой-то обзор всех фестивалей, поскольку, начавшись в 1989 году, фестиваль стал традиционным. Он стал неотъемлемой частью предновогодней Москвы. Он влился очень органично в фестивали «Русская зима», декабрьские вечера Святослава Рихтера. И вот наряду с этими фестивалями праздник баянного искусства стал именно органично и отъемлемой частью предновогодней музыкальной Москвы. Я очень рад этому и хотел бы несколько слов сказать об истории этого фестиваля. А где-то в 87-м, по-моему, или в 88-м году ко мне обратилось Московское музыкальное общество с предложением возглавить комиссию по народным инструментам Московского общества. Ну, мы тут посоветовались с коллегами, собрали всех ведущих музыкантов Москвы, поскольку это Московское общество, народников. Здесь были и воинсты, и струнники. Ну и, в общем, наметили какие-то пути для работы. Надо было что-то делать. Я предложил на первом заседании, что нам нужно сделать какие-то праздники. И для начала предложил сделать один праздник, такой фестиваль баянного искусства в декабре, а струнникам предложил сделать аналогический фестиваль где-то весной. Идея была поддержана. Нашелся активный помощник у меня, Владислав Саулинка. Первый фестиваль, который состоялся в декабре 89-го года, проходил, в общем-то, на полном энтузиазме. Никаких денег, никаких спонсоров, финансовой поддержки, в общем, никакой. Мы, кстати, в первом фестивале у нас было не 5, а 7 концертов. Мы сделали параллельно дневные концерты еще в музыкальной гостиной дома Шуваловой. Но энтузиазм был подхвачен, и мы решили, естественно, проводить его ежегодно. На будущий год фестиваль был совмещен с первым международным конкурсом баянистов и аккордеонистов. Он был запланирован в Министерство культуры, тогда еще СССР. И мы его провели, провели в Академии Гнезды, в концертном зале. Членами жюри у нас были самые видные, выдающиеся музыканты отовсюду. Это был профессор Лех Пухновский из Варшавы. Это был Моген Солигард из Дании, профессор. Ну и так далее, и так далее. Возглавлял в жюри тогда профессор, ректор Сергей Михайлович Колобков. Когда мы провели, мы решили, что конкурс ежегодно мы абсолютно не в состоянии проводить, поскольку это и финансово не получается. Напряжение огромное, когда проводишь такое мероприятие. Мы решили, что он будет раз в пять лет. И до сих пор мы это выдерживаем. В 2010 году мы провели пятый международный конкурс баянисток и аккордистов в Москве. Вот у меня лежит вот такой буклет. И здесь видно, что это пятый международный конкурс. И уже 22-й здесь, 22-й фестиваль баянно-баянисты. Естественно, что фестиваль, наверное, это мероприятие более широкое. И конкурс теперь у нас всегда проводится в рамках фестиваля. В первой годности было 7, во второй год 3, во все последующие по 5. То в итоге у нас, в общем, так и получается ровное количество концертов. И если это будет, значит, 25-й фестиваль, то в сумме у нас получается 125 концертов будет. Принцип построения фестивальных концертов, он как изначально был заложен. Во-первых, сам уровень фестиваля. Уровень фестиваля должен быть самым высоким. Пошлости на сцене нет места и не должно быть. Дальше. На фестивале обязательно должны играть и молодые музыканты, которых еще никто не знает, которые только что заявили о себе на международных корпусах и на всероссийских. Должны играть известные музыканты, музыканты разных поколений. В репертуарном отношении должны исполняться самые разные произведения. Играется и классика в приложении для баяна, аккордеона. У нас исполняется и оригинальная музыка, и в том числе только что написанная. У нас исполняется эстрадная музыка, народная музыка, джаз. У нас джаз представлен был всегда самыми супер-исполнителями. Здесь и Олег Музикини, Франция. Здесь и Арт Ван Дамм, Америка. И Фрэнк Марокко. И Ренцер Лужье, итальянский, давно приезжал у нас. У нас играют и солисты, и ансамбли. Причем ансамбли как баян с академическими инструментами, так и с народными. Здесь может быть баян, виолончель, баян, скрипка баян, струнный квартет. Здесь может быть баян, ну или аккордеон, и балалайка. Затем у нас исполняется сочинение баян с камерным оркестром, баян с народным оркестром. И неоднократно баян с симфоническим оркестром. Мною лично были сыграны премьера концерта Александра Николаевича Холминова для баяна и симфонического оркестра. Мною были сыграны обе концертные симфонии Владислава Золотарева на этой сцене с симфоническим оркестром. Было сыграно сочинение Софии Губайдулиной под знаком Скорпиона для баяна и Большого симфонического оркестра. Вячеслав Семенов сыграл свой концерт с камерным оркестром фрески. Мне хотелось подчеркнуть вот эту разноплановость всех направлений и мы ее выдерживаем. На протяжении всех фестивалей с 1989 по нынешний год практически у нас сыграли все ведущие музыканты России и все ведущие музыканты мира. То есть фестиваль баяны-баянисты, он дает панораму баянного, аккордеонного искусства, исполнительского искусства всего мира. И здесь уже вот москвичи и вообще у нас же гостей очень много отовсюду. Гости приезжают из разных городов России послушать музыкантов, приезжают даже из других стран специально, из далеких стран приезжают послушать музыкантов. И теперь в общем мы, ну в частности мы москвичи, мы знаем теперь как играют в Европе, как играют в Китае, как играют в Америке, как играют во всех руках России. Все самые в общем-то видные музыканты у нас побывали. До нас фестиваль проводили в Петербурге, в то время в Литве, Литва еще была в составе Советского Союза. Ну мне думается, что вот такой вот словесный обзор всех фестивалей накануне нашего юбилейного фестиваля, он в какой-то степени дал панораму тем, чем мы занимаемся. Если представится возможность, может быть мы сможем ежемесячно говорить о наших каких-то праздниках и о предыдущих фестивалях баяна-баянистов, может быть какие-то фрагменты фестивалей можно будет просмотреть. Кроме того, поскольку мы придумали вот такой праздник Всероссийский день баяна-аккордеонной гармоники, может быть мы и об этом празднике поговорим и будет возможность показать какие-то фрагменты не только московского концерта, но и концертов по всей России.